МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания «Щелково» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. В гостях у меня начальник управления Щелковского управления за обсяктов гражданского состояния Галина Авдеева. Добрый вечер, Галина Петровна. Здравствуйте! Мы с вами встречались в этой студии ровно год назад, в ноябре 2017 года. говорили о тех достижениях, которые были в предыдущем году, о том, как у нас резко повысилась рождаемость в Щелковском районе. Ну, понятно, что за счет открытия перинатального центра. И я думаю, что сегодня этот показатель у нас еще лучше будет за отчетный период. Мы будем говорить, наверное, за минувший год. Я вот свои впечатления передам. Сегодня зашел к вам в управление в первой половине дня и поразило огромное количество народа, который там присутствует. По-моему, такого раньше не было. С чем приходят все эти люди в основном, так скажем? Ну, я прежде всего хочу начать свой разговор с вами с того, что орган ЗАГС – это та система, которая была востребована во все времена, востребована сегодня, и я надеюсь, наша деятельность не прекратится в ближайшее время очень долго. Органам ЗАГС в прошлом году исполнилось 100 лет. Ну, наверное, не лишне будет напомнить сферу нашей деятельности, потому что у многих, особенно у молодежи, ЗАГС ассоциируется прежде всего со свадьбами. Вот ЗАГС – это свадьбы, это брак. А ведь у нас наша деятельность, это прежде всего начинается всегда с регистрации рождения. Безусловно, регистрация брака и, к сожалению, расторжение брака и заканчивается последним оформлением последнего документа – это регистрация смерти. То есть, по сути, жизнь каждого человека задокументирована в наших органах ЗАГС. И наличие как сегодня, так и в другие дни недели посетителей говорит о том, что наша деятельность очень востребована населением. И особенно в современной жизни, когда документ, подтверждающий и рождение, и брак, и смерть, он дает не только какие-то подтверждения документа, это правовые отношения между родственниками, это те документы, которые требуются практически во всех организациях, куда приходит человек. И деятельность органа ЗАГС в этом году по сравнению с прошлым годом, она ненамного отличается. Ведь человеку не важно, как он получает документ в органе ЗАГС. Он пришел за документом, и он вышел с тем документом, за которым он, собственно говоря, и приходил. Вот это самое главное в нашей деятельности – удовлетворить ту потребность человека в услуге, за которую он обратился в наш орган ЗАГС. Ну а какие услуги, вот вы сказали, документы, да, наверное, это не только первичные, так скажем, документы, да, при совершении каких-то актов гражданского состояния, да, но и, например, повторные свидетельства, и, не знаю, поиски вот даже вроде взрослых людей, да, вроде достаточно при каких-то там совершении различных, я не знаю даже, как сказать, в том числе и купли-продажи, да, достаточно паспорта, но при определенных акциях нужно и свидетельство о рождении иметь, а тем не менее не у всех оно сохраняется, особенно для дозрелого возраста. Я напомню каждому, что, наверное, все-таки самым главным документом у человека является свидетельство о рождении. Когда мы взрослеем, получаем паспорт, как-то значимость свидетельства о рождении у нас уходит. Кажется, паспорт, документ, удостоверяющий личность, что может быть важнее? Но ведь прежде всего сам паспорт выдается на основании свидетельства о рождении. И получить паспорт в 14 лет, обменять его в 20 и в 45 лет можно, только предъявив свидетельство о рождении. То есть с него начинается документирование человеческой жизни. И это единственный документ, который может подтвердить родственные отношения. Ведь нет больше ни одного документа, где сказано, кто является твоими родителями. Отец и мать, графа, которые существуют в свидетельстве о рождении. А отсюда идут и родственные связи с братьями, сёстрами и прочее, прочее. То есть всё родство, оно доказывается только свидетельством о рождении. И поэтому не только каждому человеку важно иметь своё личное свидетельство о рождении. Но и любая семья должна иметь свой семейный архив документов, подтверждающих акты гражданского состояния. Ведь когда приходит надобность предоставлять эти документы, потом порой отсутствует даже информация в семье, где какие действия были совершены. И получить эту информацию крайне сложно. Когда человек приходит в орган ЗАГС и говорит, мне нужно свидетельство о рождении моей прабабушки, которая родилась в таком-то году и в такой-то губернии. Это один вопрос. А когда приходит и говорит, мне нужно свидетельство о рождении прабабушки, но я не знаю, когда она родилась и где. Вот найдите мне его, пожалуйста. Конечно, есть системы поиска, но они не столь просты, как казалось бы. И такие информации, конечно, и такие сведения должны быть у людей. Они должны быть готовы в жизни, что такие документы обязательно, непременно, рано или поздно в жизни пригодятся. А что, так действительно приходят за прабабушками? Ну, я не буду подчеркивать печальность момента, но вопрос захоронения, к сожалению, жизнь устроена так, рано или поздно нам приходится участвовать в этих скорбных мероприятиях, хоронить своих близких и родственников. И сама система захоронения, в частности, в Московской области, она подчиняется прежде всего федеральному закону о похоронном деле, в котором сказано, что захоронение возможно в родственную могилу, в родственное захоронение. И сама уже статья закона, она подчеркивает важность подтверждения родственных отношений. И это не тот случай, когда можно заниматься поисками, расспрашивать родственников, где, что и когда было. Надо иметь документы. И люди должны быть готовы к тому, что эти документы должны быть предъявлены. И вот такой предысторией и рассказом о документах мы с вами плавно переходим, наверное, к очень важной теме нашего сегодняшнего разговора. Это к тем новшествам, которые произошли в системе органов ЗАГС всей Российской Федерации. Галина Петровна, давайте, прежде чем мы перейдем к разговору о новшествах, послушаем нашего зрителя. У нас есть первый звонок в сегодняшней программе. Да, конечно. Какие-то, наверное, очень важные вопросы обращены к вам. Добрый вечер, слушаем вас вы в эфире. Алло, добрый вечер. Да, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Галина Петровна, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Иванович. Я хотел бы вам задать, который, я думаю, что не только меня волнует, но и многих вот жителей еще в классах. Да-да. Мы иногда обращаемся с активными документами. Ну, это к теме нашего разговора. Что-то со связи. Но сейчас сложность заключается в том, да, вот я как раз поймал этот момент интересный, да. Да-да, говорите. И когда мы обращаемся в архив, вот, нам приходится обращаться в архивы других ЗАГСов, которые расположены в другом городе Московской области, может быть, даже в другом городе России. И вот, ну, проходит столько времени, пока вот этот документ мы получаем на руки, ну, очень большие сложности возникают. Да, Сергей Иванович, плохая связь. В чем суть вашего вопроса, если можно, конкретно? Какие-то педитизации меры для того, чтобы ускорить вот этот весь процесс. Вот как раз вот в этих новых веяниях, может быть, даже так. Вопрос в тему. Да, спасибо, спасибо. Спасибо, Галина Петровна, ну, ускоряемся, как можно ускориться? Ну, таким образом мы подошли к теме, и позвонивший, в общем-то, Сергей Иванович, нас тоже подводит к ответу на свой вопрос именно в теме новшеств системе органов ЗАГС Российской Федерации, а именно о введении с 1 октября 2018 года новой системы, системе ЕГР-ЗАГС, так называемой. Это единый государственный реестр записи актов гражданского состояния. Надобность о таком реестре, она, в общем-то, назревала годами. Это, собственно говоря, информация о населении нашей страны. И уже в 2016 году указом президента Российской Федерации от 15 января был вот именно указ издан о том, о создании единого федерального информационного ресурса, отражающего сведения о населении. Эта система ЕГР-ЗАГС, единого государственного ресурса, была создана операционной системой, сама операционная система была создана оператором Федеральной налоговой службой. И приступили к регистрации актов гражданского состояния в ЕГР-ЗАГС мы с 1 октября. Я надеюсь, что наше население не сильно почувствовало разницу в приеме до 1 октября и с 1 октября. Хотя, признаться нам, эта новая система далась не сразу легко. Но как все новое, конечно, безусловно, требует каких-то усилий, каких-то новых знаний. Система эта отличается от прежней. Мы, безусловно, работали также с программным обеспечением и ранее. Но наша информационная система была регионального значения. То есть сама база данных создавалась в пределах субъекта Российской Федерации в нашей Московской области. Теперь у нас система федерального значения. Мы ведем регистрацию актов гражданского состояния по всей Российской Федерации в режиме онлайн. То есть система работает круглосуточно. В этой системе, как происходит первичная регистрация, то есть пришли люди на прием, зарегистрировать рождение, зарегистрировать умершего. Все вносится в эту новую систему. И база данных создается единая по всей Российской Федерации. Но здесь же кроется ответ на вопрос нашего слушателя. Когда у нас будет одна единая база по всей стране, безусловно, и выдать документ гражданину, пришедшему на прием к нам в городе Щелково, мы сможем о регистрации акта, который был совершен в другом регионе Российской Федерации. Сейчас база только создается. То есть 1 октября она стала заполняться теми записями, которые мы регистрируем с 1 октября. Но предстоит огромная работа по переводу той архивной базы, которая существовала у нас. Только в нашем органе ЗАГС те записи с 1926 года, это более полумиллиона записей актов гражданского состояния, должны будут внесены в новую систему. Это сложная техническая задача. И пути ее решения, они расписаны также определенными нормативными документами до 2021 года. То есть постепенно, не сразу, сразу охватить такой огромный объем невозможно. И поэтому ответ на вопрос, уважаемого гражданина, то есть это только перспектива. Пока такой возможности нет в доступе, но она будет, база будет наполняться ежедневно, ежемесячно, ежегодно. То есть нельзя сказать, что завтра мы приступим к этому или в 2021 году. Но по мере обращения граждан эти вопросы будут решаться либо в старом порядке, то есть путем почтовых запросов, либо действительно уже выдаваться из новой системы. То есть перспектива именно для населения очень важна. Сосредоточить это как одно окно в МФЦ. То есть ты пришел в один орган ЗАГС и получил документ, который был зарегистрирован в любом другом уголке Российской Федерации. Мало того, со временем в этой системе будет возможность для гражданина, которые имеют регистрацию на портале госуслуг или муниципальных услуг самостоятельно прослеживать, иметь доступ к данным как на себя лично, так и на своих несовершеннолетних детей. Вот такие новшества. А вообще какие документы охватывает эта система? С чем люди приходят? Ну даже если говорить о вопросе нашего зрителя, что именно требуют? Ну взять опять же тот документ, о котором я уже говорила, свидетельство о рождении. Ведь человек родился где угодно в Российской Федерации, утерял этот документ, ему он понадобился срочно. В сегодняшних, в современных условиях мы можем пока направить запрос. Даже если это запрос направлен каким-то электронным способом, по почте электронной или в той же системе госуслуг, он должен поступить в тот орган ЗАГС, где производилась регистрация рождения, там выписывается документ о рождении, и этот документ уже только почтовой связью направляется по месту жительства гражданина в орган ЗАГС. И он к нам приходит и получает. Ну сами можете посчитать, почтовые запросы, это как минимум две недели проходит до получения документа. В этом и состоял вопрос телезрителя, что достаточно длительные сроки, и порой это, конечно, создает неудобство, когда человеку документ понадобился срочно. Система, о которой я говорю, Единый государственный реестр, решит именно эту проблему. Не сразу, со временем, но эта проблема будет решена. Для человека, я не устану повторять, то есть без этих документов обойтись в современной жизни невозможно. Как, я говорю, свидетельство, подтверждающее акты гражданского состояния на себя, так и на своих родственников, в том числе и умерших. Ни на следственные дела, ни какие-то сделки, то есть на целый круг юридических вопросов, которые невозможно решить без предоставления документов о регистрации актов гражданского состояния. Мало того, конечно, наших зрителей, прежде всего, интересуют их личные вопросы. Но ведь система эта создается не только для удовлетворения нужд населения. Это огромный пласт работы, который незаметен в работе органов ЗАГС. Ну что такое ЗАГС? Это, прежде всего, информация о рождении, о населении нашем, сколько родилось, сколько умерло и так далее. А эта информация необходима очень многим, как государственным органам, так и прочим учреждениям. Получить эту информацию раньше можно было теми же запросами, на которые уходило время. Теперь те органы, государственные организации, которые будут подгружены в эту систему, а это тоже определенная работа, они уже смогут получать информацию из единого государственного реестра без поступления каких-то направлений запросов в ЗАГС, а непосредственно из самой системы. Ну так же, как я сказала о гражданине, что он на себя сведения получает. Так и определенный, например, пенсионный фонд, которому необходимо для выплаты материнского капитала подтверждение каких-то сведений о рождении. Он не будет направлять запрос в ЗАГС, мы не будем тратить время, отвечая на эти запросы, а он будет иметь доступ в эту же систему и получать информацию из этой системы. Мало того, это я говорю о положительных моментах для населения. Есть отрицательные? Ну, с какой, с чьей стороны смотреть на эти моменты? Нет, ну вы сказали, что создание этой базы инициировала налоговая служба, значит. Да, нет, здесь понимаете, ведь есть граждане, которые, ну, желают воспользоваться теми льготами государственными, которые предоставляют, например, после регистрации рождения тот же материнский капитал, о каком я упомянула. И не секрет, что такие случаи мошенничества, почему идет проверка пенсионным фондам, когда регистрируется рождение в одном организации, потом в другом организации. Эта система позволяет при регистрации рождения проводить проверку не только по уже зарегистрированным актам, но даже по тем документам медицинским, которые будут выдаваться родильными домами, больницами и прочими, что уже по этому документу производилось. То есть случаи мошенничества в этой системе будут исключены. Но тот же пример подачи заявления на брак. Ну, человек был когда-то в браке, развелся, но не довел дело до конца, не получил документ, свидетельство о расторжении брака. А вот паспорт чистенький, без штампа уже успел получить разными способами. Может быть, он и не хотел никого обманывать, но так сложились обстоятельства, что выдали... Ну, возраст пришел, да, паспорт поменял. И он с чистой душой идет вступать в новый брак. Свидетельство о расторжении брака где-то в другом городе получать не хочется, нет времени и так далее. Но пришел с чистым паспортом, все, я забыла уже про тот брак, в котором я был, я в нем не состоял. А вот теперь система это не позволит этого сделать. Автоматически проводится проверка по тем записям, которые уже будут в этой базе, был ли ранний человек в браке, расторг он этот брак, и все. То есть все мы увидим уже в этой системе. То есть свидетельство надо обязательно принести, да? Да, безусловно. То есть система исключит подлоги, ошибки, задвоение записи акта, которые, ну и случаи мошенничества, и может быть, просто непонимание законодательства, которое приходит к таким. Вот направлена система на исключение всех вот этих ошибок. Реестр, он должен отображать действительное положение дел. То есть сколько... Ведь, понимаете, вот народ... Я говорю, это не из-за того, что хочется обмануть, а просто вот не зная какие-то свои законы. Ну приходит вот человек... У нас очень много сейчас миграционных процессов. К нам приходят люди, которые приехали из бывших стран СССР, которые уже приобрели гражданство. Ну, в частности, вот очень частые вопросы идут от граждан бывших, граждан Республики Молдова. У них своеобразные документы о рождении. То есть в документе нет графы отчества. А человек, приобретая гражданство Российской Федерации, получил уже паспорт, в котором отчество указано или, наоборот, не указано. Ему хочется этот вопрос поправить. Человек приходит и говорит, ну вот меня не устраивает такой документ о рождении. Я хочу, чтобы вы мне выдали уже документ российского образца. Я теперь гражданин России. Давайте-ка мне выдавайте свидетельство о рождении. Российское с отчеством, все как положено. Именно свидетельство, а не паспорт. Свидетельство, да. На что вот я всегда отвечаю. Ну, если бы мы два раза выдавали на каждого человека, два раза регистрировали акт о рождении, то нас, наверное, и на земле было бы уже в два раза больше числилось, по крайней мере. То есть регистрация акта гражданского состояния должна происходить один раз, где бы она ни была. И вот единый реестр, он подразумевает даже не только регистрацию в пределах Российской Федерации, а те акты гражданского состояния, которые совершены за пределами Российской Федерации, но в отношении граждан Российской Федерации, они также должны быть внесены в эту систему. Но это вот, наверное, речь идет, так скажем, о новейшей истории, да, тогда появилось такое государство, Российская Федерация. Но вы сказали, что база будет наполняться до 1926 года. База будет наполняться всеми теми. Вы имеете в виду, что и кто там жил, как говорится, родился в Советском Союзе, вне зависимости от территории. Вы понимаете, база это есть. Она у нас создана. И в этом отношении я могу сказать, что Московская область, она всегда была впереди, то есть на передовых позициях. Нам стоило очень больших усилий внести те наши архивные записи, а у нас огромный архив, я сказала, у нас более полумиллиона записей актов гражданского состояния. Это книги, это рукописные книги, это печатные потом книги с какого-то момента. Но в любом случае это книги. И для того, чтобы эти записи появились в любой информационной системе, их надо туда внести. И у нас была очень большая, огромная работа, потому что эта работа требовалась как для населения, так и для нас. Нам проще работать, когда мы весь свой архив перевели в электронный вид. Но весь вопрос в том, что электронный вид, он как технари, кто понимает, он имеет разный вид. То есть сама система региональная, она отличалась в субъектах Российской Федерации. И в ту созданную систему ЕГР подгрузить все базы данных, которые созданы, это непростая техническая задача. Она на сегодняшний день решается. В первую очередь налоговой службой. Я, кстати, могу, пользуясь случаем, поблагодарить сотрудников налоговой службы, которые с 1 октября почти неделю, даже больше, они присутствовали в нашем органе ЗАГС, оказывая нам техническую помощь в этой работе, когда мы, в общем-то, столкнулись с большими проблемами. Любое новшество, оно, конечно, идет не всегда сразу гладко. А людям, которые приходили к нам 1 октября, я повторяю, им было все равно. В новой мы системе, не в старой. Им главное получить документы. Им надо было получить документы. А каким способом это делается, для них не важно. Это правильно. Человеку не должно быть это важно. И поэтому нам, конечно, большую помощь оказывала налоговая служба в освоении этой программы. Но они же первопроходцы. Они первопроходцы, да. Они когда перешли на нее? Тоже с 1 октября или раньше? Нет. Они создатели этой системы, они операторы, они допускают в эту систему как органы ЗАГС, так и другие организации. Но они саму регистрацию не ведут. Ведь вести государственную регистрацию актов гражданского состояния по нашему федеральному закону может только определенная служба. На сегодняшний день это пока органы ЗАГС. Дальше, как жизнь будет строиться, мы посмотрим в будущем году. Чтобы завершить разговор об едином госреестре, вот такой, не знаю, может быть, каверзный вопрос. Мы сказали, что охвачена будет вся территория Советского Союза, включая и большие союзные республики. Ну а как быть с теми? Ну я имею в виду, если конкретный документ, понадобилось свидетельство о рождении. Человек родился, так скажем, за пределами Советского Союза и в ныне не существующей стране. Ну скажем, не знаю, в Германской Демократической Республике, да, или в ЧССР. Много военнослужащих у нас там было и много детей родилось. Вот они смогут получить... Мы с вами уходим немножко за рамки. Документы. Я еще раз ограничиваю. Единый государственный реестр – это реестр субъектов Российской Федерации, не бывших стран СССР. То есть у нас те государства, которые бывшими республиками нашими были, это сейчас отдельное самостоятельное государство. Со своим законодательством, со своими ресурсами, со своими архивами. Доступа ни мы к ним, ни они в нашу систему им не имеют и иметь не будут. Мы разные государства. Есть определенные международные договора, которые позволяют нам сотрудничать в плане обмена документацией, как с другими государствами. Ну а то, что касается, как вы сказали, вот тех стран, где были наши военнослужащие, опять-таки вопрос, где производилась регистрация актов. Если это было в комендатурах, то все эти документы переданы на хранение в архивы Москвы и Московской области. Вот информацию, где получить этот документ, ЗАГС всегда предоставит. То здесь вопросов нет. Опять-таки сроки. И поэтому я неустанно на каждой передаче, на каждых встречах с гражданами всегда повторяю, что имейте свои документы заранее. Берегите свой семейный архив. Рано или поздно он обязательно понадобится любому человеку. Главное, что это было все вовремя собрано. Спасибо, Галина Петровна. Мы так очень плодотворно поговорили. Первую половину нашей программы. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях программа «Диалог» сегодня начальник Щелковского управления ЗАГС Галина Авдеева. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник Щелковского управления ЗАГС Галина Авдеева. Еще раз добрый вечер, Галина Петровна. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440-567-1450. Города, естественно, 496. Ну а мы продолжаем наш разговор. Очень подробно поговорили в первой части программы о том действительно знаменательном новшестве, которое коснулось работы органов ЗАГС. Это создание единого госреестра. Такая своеобразная универсальная база данных на всех жителей нашей страны. которая действительно призвана облегчить работу сотрудников органов ЗАГС. Ну и, естественно, сократить время получения тех или иных документов для наших граждан. Но я думаю, что этим новшеством не ограничился минувший год. Какие еще изменения произошли, так скажем, для тех, кто пользуется семейным кодексом? Ну, безусловно, мы не можем упомянуть тех новшеств, которые коснулись семейного кодекса. Ну, что относится к органам записи актов гражданского состояния? Это, прежде всего, условия заключения брака. Это то, что, в общем-то, наверное, назрело в нашем обществе. Те рамки, которые ограничивались сроки вступления в брак. То есть у нас достаточно длительное время существовало предел подачи заявления, осуществляющиеся в органе ЗАГС, и срок вступления в брак. После подачи заявления этот срок был максимальный два месяца. Что, наверное, доставляло некий... А минимальный? А минимальный месячный срок, который может быть сокращен ввиду особых обстоятельств. То есть минимальный срок варьировался, а вот максимальный нет. Два месяца и не более. Ну, назрело, наверное, жизнь, она вносит свои коррективы, когда гражданам удобнее, когда они могут распланировать будущее знаменательное событие заранее, подготовиться к нему, подготовить, наверное, родственников. И поэтому вопрос решили кардинально, увеличив срок максимальный до 12 месяцев. Не стали мелочиться месяца больше. Немного вообще вот так, с вашей точки зрения. С моей точки зрения... Некоторые врачи не живут 12 месяцев. Да, наверное, с моей точки зрения есть некие опасения по вот таким срокам. Но ведь подача заявления – это еще не сам брак. Можно подать заявление, можно готовиться к этому событию, но если что-то не сложилось, никто же тебя насильно в ЗАГС довести не будет. Это дело сугубо добровольное – прийти по поданному заявлению, зарегистрировать брак или отглашить по каким-то причинам. А вот возможность, которая предоставляется гражданину, наверное, это благо. Ну, пусть люди сами планируют это событие, имеют, в общем-то, для этого определенные рычаги. Единственное, о чем я хочу сказать, что на сегодняшний момент такая регистрация на длительный, на будущий год, она пока доступна в рамках подачи заявления на портале госуслуг. Мне хотелось бы еще раз обратить вопрос, потому что мы каким-то образом, в общем-то, построили систему с удовлетворением нужд населения через порталы госуслуг, и в том числе и услуг через портал региональных услуг. Для населения, я считаю, это удобно. И постепенно, может быть, не сразу все получалось, потому что у многих вызывает недоумение. Но я пришел к вам в ЗАГС получить документ. Зачем мне эта регистрация на портале, когда я вот зашел, и я сразу все… У нас практически любая услуга осуществляется в день обращения гражданина. Но, пожалуйста, приходишь, есть и такой вариант. Но ведь гораздо удобнее, когда ты, опять-таки, планируешь все свои и работу, и определенное, так сказать, обращение в организацию заранее. Сидя дома, зарегистрировавшись на портале государственных услуг, ты можешь заранее свое обращение в орган ЗАГС оформить через этот портал. И мало того, ведь оплата госпошлина за получение определенной услуги, когда это идет через портал госуслуг, это дифференцированная оплата. Это на 30% дешевле, что тоже, наверное, немаловажно для населения. И вот я подвожу этот разговор к тому, что подача заявления на брак теперь возможна, вот, пожалуйста, гражданам, сидя дома, за компьютером, имея регистрацию на портале госуслуг. Единственная тонкость, здесь регистрацию должны быть как жених, так и невеста. Можно подать заявление в брак. А заявление подает один человек или как-то сразу два? Нет, это заявление подается, заявление дело обоюдное, брак у нас, дело обоюдное. И даже при подаче заявления каждый должен выразить свое согласие на подачу заявления, свое желание вступить в брак. То есть заявление подписывается каждым и женихом, и невестой. Но, естественно, если электронная подача, то это электронная подпись. И тут должны иметь, в общем-то, свою простую электронную подпись. И такое заявление не требует уже повторного прихода в орган ЗАГС. То есть подал заявление на определенную дату и приходишь уже только на регистрацию. Можно выбрать самому, да? Да, а дату можно выбрать. Ну, я не знаю, раньше было, приходишь в ЗАГС, да, когда подаешь заявление, то и тебе назначают дату. Ну, согласование с теми, кто подает заявление, не насильно же ему назначаешь. Сейчас многие же любят жениться замуж, выходить, да, на какой-то определенный... Конечно, но именно под эти определенные даты... Да, или там День всех влюбленных, или Красная Горка, ну и так далее. Да, безусловно. И теперь вот есть такая возможность подать заявление. Я еще раз подчеркиваю, то есть прихода в ЗАГС, хотя по моему мнению, подача заявления в ЗАГС это тоже событие. К нему тоже подходят и сознают значимость уже того предстоящего события, когда пришли в ЗАГС. Но можно это сделать и дома. Кому как удобнее, кто как понимает это событие. Еще раз подчеркиваю, что подача заявления через портал Госуслуг, она освобождает от прихода в ЗАГС с вопросом подачи заявления. И уже пара должна прийти только на регистрацию брака. Спустя 12 месяцев. А это уже как выберут. Да, это теперь уже вправе выбирать брачующиеся. Галина Петровна, у нас есть еще один звонок от наших зрителей. Давайте мы отдадим приоритет и подслушаем, и вы ответите. Добрый вечер, слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер, меня зовут Анна, и у меня такой один вопрос. А как можно подать заявление на брак на будущий год? Вот. Вот, ну прямо в кассу. Спасибо. Да, спасибо. Ну, теперь подробнее. Я понимаю, что я говорю об этих вещах, в общем-то, в рамках законодательства, а теперь в реальной жизни. На сегодняшний день, пока в реальной жизни, мы подаем заявление на будущий год только через порталы Госуслуг. Только портал Госуслуг работает. Значит, с будущего года расписание уже будет существовать в органе ЗАГС. Можно приходить и уже подавать в течение 12 месяцев на будущий год. То есть пока... Непосредственно в ЗАГС, да? Без портал Госуслуг. Выбор граждан. Либо в ЗАГС, либо в портал. Ну да, но это уже в дальнейшем. Да. Ну вот раз уж мы заговорили о браках, да, начнем все-таки, как вы сказали, да, с перворождения, потом брак, потом смерть. Увы, еще развод может быть. Но мы вот раз о браках заговорили, давайте начнем с браков, а потом уже в браке будут у нас дети рождаться. Как обычно, коротко, статистика, да, по нашему району. Да, у нас сегодня с вами еще не прозвучали, да, не прозвучали цифры. Ну, по своему достаточно большому опыту я могу сказать, что цифра по бракам ежегодная, она приблизительно одинаковая. То есть у нас нет большого тут скачка, что вот год, допустим, високосный, у нас все расхотели жениться, как есть такое поверье в этот год, и у нас там резко упало. Нет, то есть жизнь, она продолжается каждый год, люди вступают в брак, люди, к сожалению, разводятся. И вот на протяжении последнего, наверное, пятилетия цифры у нас приблизительно одинаковые. Браки, вот по итогам 9 месяцев у меня есть цифры, то есть за 9 месяцев 2018 года у нас было 998 браков, то есть около 1000, а в 2017 году их было 1026. То есть цифра в 20 там браков, ну, она незначительна, она просто там... Ну, в 2017 году вы имеете в виду тот же период, да? Тот же период, безусловно. То есть за год у нас порядка 1300-1400 браков. Эта цифра, она держится на протяжении, я говорю, последних пяти лет стандартно. То же самое касается разводов. Но, к сожалению, цифра разводов хоть по вот проценту, по два, по три, но она растет. Мне всегда слово сожаление я добавляю, потому что вот вы пришли в ЗАГС, обратили внимание на тех посетителей, которые были сегодня. К сожалению, количество молодых людей, вступивших в брак, та же статистика по годам, прожитым в браке, она дает вот, ну, в общем-то, вопрос задуматься, конечно, о том, насколько сознательно у нас граждане в брак вступают, насколько они планируют свою совместную жизнь, как те трудности, которые встречаются на жизненном пути, очень быстро разрушают те отношения, в которых была пара. И, конечно, печальнее всего, когда уже в семье есть дети, и дело касается расторжения. И цифры расторжения браков, вот если взять за те же 9 месяцев, у нас на 5% количество расторжений браков увеличилось. Ну, а в абсолютном измерении? В абсолютном измерении это 764 развода. Ну, вот цифра браков около тысячи, а это 764. Ну, делайте выводы. То есть не просто половина браков, а достаточно больше. Похожие цифры, буквально вчера я себе тоже выписал цифры. Заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова назвала в целом, естественно, по региону, по Московской области, количество заключенных браков за те же 9 месяцев нынешнего года и количество разводов. Вот всего по Подмосковью 46,5 тысяч браков и 28,5 тысяч разводов. Ну, то есть примерно так же. Да, приблизительно ситуация одинаковая. Примерно в полтора раза больше браков, но тем не менее цифра разводов тоже велика. Хотя вот в добавлении к этой теме я хочу сказать, ведь расторжение браков фиксируется, безусловно, государственная регистрация тех браков, которые заключены. Но в нашем обществе популярна ныне тенденция жить в так называемом гражданском браке. Как юрист я добавляю слово к так называемому, потому что такого юридического термина не существует. Но однако семьи такие есть, в этих семьях есть дети. И традиционно в нашем районе была большая цифра государственной регистрации установления отцовства. Это когда в семьях, проживающих без заключения брака, рождаются дети, и отцы признают себя отцами этих детей. И в свидетельстве о рождении таких детей заполнены графа «отец» и графа «мать». То есть дети не страдают, у них полноценная запись по родителям. И цифра по установлению отцовства, она у нас за эти 9 месяцев, она имеет прирост почти 30%, 29%. Это положительно. Это положительно, да. Это, конечно, положительно. То есть люди живут без заключения брака официально в органах ЗАГС, но они живут семьей. В этой семье дети, у которых есть и отец, и мать. Которые в документе все так же, как у детей, рожденных в браке. Ну а минусы, опять же, выражаясь таким народным языком, минусы гражданского брака, скажем, для тех же детей, ну и для родителей тоже. Ну, конечно, это вопрос случая, кому что в жизни выпадает. Ведь государственная регистрация брака, она не только дает штамп, который очень многие... Ну, зачем этот штамп нужен? Она дает право на имущественные отношения между супругами. Ведь только в браке имущество супругов является общим. И, не дай бог, в случае расторжения брака это имущество делится поровну. И когда пара живет благополучно, не касается этих моментов, все хорошо, и слава богу, все хорошо. Но мы слышим с вами и нашумевшие дела, когда происходит раздел имущества людей известных. А гораздо печальнее, когда люди сталкиваются, простые, обычные люди. Женщина в незарегистрированном браке, как правило, женщина не защищена, потому что она остается с детьми, она может остаться просто на улице. Не защищена никакими государственными уже заслонами. Вот в этом и состоит сущность брака. Ну, а у детей, я говорю, опять-таки, это вопрос, как регистрируется. Если у ребенка записаны родители, и отец, и мать, то уже неважно, состоят ли эти родители в браке. Они несут одинаковую ответственность и как по правам, и так и по обязанностям в отношении своего ребенка. Ну, раз уж о детях заговорили, давайте к нашим цифрам. Да, всплеск рождаемости в Шелковском районе. Чем порадуетесь? Здесь мы можем порадовать просто меня эти цифры. Настолько радуют, настолько впечатляют. Те же 9 месяцев текущего года по сравнению с 2017-м дали прирост рождаемости в 42%. Ну, масштаб. Ощущаем, и вы его ощутили, придя сегодня к нам в орган ЗАГС. Большая часть посетителей наших обратилась к нам именно по вопросу государственной регистрации рождения. Здесь у нас работает уже не один специалист, один не справляется с этой регистрацией. Мы все идем на подмогу, потому что кормящие мамы, работающие отцы, они не могут долго ждать, им надо получать документ. Значит, вопрос, конечно, касается того, что у нас отстроен, функционирует полная уже, наверное, мощь наш перинатальный центр. Безусловно, играет роль то, что в соседних с нами городах Фрязино, Ивантеевка, Лосино-Петровский не стало отделений, родильных отделений. И все население этих городов, ну, большинство, наверное, приходит в наш перинатальный центр. Собор расположения перинатального центра и нашего органа ЗАГС, по сути, напротив друг друга, это позволяет родителям, получив медицинское свидетельство о рождении в перинатальном центре, сразу направлять свой путь в Щелковское управление ЗАГС. Порой мамочка еще с ребенком на выписке находится в перинатальном центре, а папа с документами уже у нас, бегом, давайте мы получим свидетельство о рождении, и выйдем из перинатального центра, уже полностью документированно. Безусловно, это удобно, безусловно, это нас радует, но мы цифру даем общую по рождаемости, но если ее разобрать уже, конечно, по жителям нашим, тут отдать должное, что, конечно, это не все наши жители в Щелковском муниципальном районе. Но, тем не менее, это заслуга нашего района, что рожать все едут, идут к нам. Поэтому мы также можем с полным правом и удовольствием записывать их. Безусловно, конечно, в этих цифрах у нас не только наши ближайшие соседи, это и приезжие с других стран. Опять-таки, не секрет, что те же миграционные процессы, наличие работающего населения из других стран, ближайших к нам, дают тоже нам цифру сюда. У нас очень много обращений иностранных граждан. Это не упрощает нашу работу, но это радует нас конечными цифрами, результатом по рождаемости. Но они все, я имею в виду, родившиеся здесь у нас, они будут гражданами России? Нет, поправляюсь сразу, что законодательство Российской Федерации, оно отличается от тех стран, где родился тем гражданином и является. У нас четко строится только на гражданстве родителей. Значит, гражданство ребенка определяется гражданством родителей, а не местом рождения. Хотя документ свидетельства о рождении, он все равно выдается российского образца, и детишки, рожденные у граждан ближайших наших стран, они уезжают в свои государства с нашими свидетельствами о рождении. Ну, у нас осталось буквально несколько минут для нашего разговора. Давайте, у нас официальная статистика прозвучала, я имею в виду цифры. Ну, а теперь, как водится, раз мы уже заговорили о рождаемости, о повышении рождаемости, то, как всегда, наверное, на десерт самое сладкое, да, это какие имена у новорожденных были наиболее популярны в этом году. Ну, готовясь к этой сегодняшней передаче, я проверяла статистику 2018 года, но далеко ходить мне не пришлось. За один сегодняшний день присвоены имена очень интересные. Например, мальчик у нас сегодня был зарегистрирован Клементий, Родион, а девочка была у нас сегодня Тильда, поэтому здесь каждый день у нас... Тильда? Тильда, да. Не Матильда, да? Не Матильда, Тильда. Вообще, я всегда об этом говорю, наиболее изобретательными у нас являются родители новорожденных девочек. Вот здесь не только самые частые имена, а самыми распространенными в этом году явились, кстати говоря, женские имена, это София и Алиса. Вообще, имена на букву А женские, вот я сама уже вывод делаю, очень популярны. Алиса, Арина, Александра, вот на А очень много имен идет. Ну, а мальчик у нас Артем, ну, это уже, наверное, десятилетие у нас идет. И тоже на букву А. Да, тоже на букву, и Александр, кстати говоря, из мальчиков. Это наиболее традиционные времена, имена. А, конечно, распространены сейчас имена старорусские. У девочек и Марфы были, и Февронии, и Аполлинария, и Евдокия, Лукерия. Но интересно, что одно-единственное имя Оксана было только в 2018 году. Вспомните, там, лет, наверное, 30 назад Оксан было, ну, очень много. А сейчас вот одна Оксана, одна Зинаида, одна Зоя. Вот такие имена для нас, они вроде как повседневные, а сейчас они стали редкими. То же самое у мальчиков. Вот Валерий, Виталий. По одному имени в год всего лишь. А вот такие имена, конечно, как Евсей, Ерофей, Гектор, Прохор, Яков, тоже встречаются. Но это вот для нас уже они являются такими редкими именами. Так что про имена можно говорить много, но, безусловно, всегда есть мода на имена. Это было во все времена, и так оно и продолжается. Большое спасибо, Галина Петровна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в программе «Диалог» была начальник управления, Щелковского управления за аптектов гражданского состояния Галина Авдеева. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»